Сегодня мы поговорим о том, как устроен счетчик электроэнергии и как же он ее, собственно говоря, измеряет. А пока что я включаю чайник, который будет нагрузкой, и колесико счетчика завертелось. И чем больше электрическая мощность, потребляемая нагрузкой, тем быстрее вращается колесико. Чтобы показания счетчика увеличились на единицу в самом крайнем окошке, нужно, чтобы в чайнике выделилась 1,1 кВт-часа электроэнергии, а этого нам придется ждать 4 минуты. Чтобы измерить ток, текущий через нагрузку, надо поставить амперметр последовательно с нагрузкой. Чтобы найти напряжение на нагрузке, надо включить вольтметр параллельно нагрузке. А дальше для отыскания мощности надо умножить ток на напряжение. В современных электронных счетчиках это умножение выполняет специальная микросхема. А теперь разберемся, как это умножение происходит в нашем электромеханическом счетчике. Роль умножителя здесь играет вращающийся алюминиевый диск. Роль амперметра выполняет расположенная под диском токовая катушка с небольшим числом витков, намотанная на подковообразный сердечник толстым медным проводом. А роль вольтметра играет расположенная над диском катушка напряжения с очень большим числом витков. Нарисуем устройство счетчика на схеме. Начнем с того, что изобразим диск и токовую катушку. Когда по катушке течет переменный ток, в ее сердечнике наводится переменное магнитное поле. Переменный магнитный поток пронзает диск и наводит в нем индукционные токи ФУКО. Поскольку сердечник обращен к диску противоположными полюсами, один из этих индукционных токов на 90 градусов опережает ток в катушке, а другой на 90 градусов отстает от него. Теперь добавим на схему катушку напряжения. Из-за того, что эта катушка содержит очень много витков, она работает как катушка индуктивности. Так что ток в ней и создаваемый этим током магнитный поток отстают на 90 градусов от напряжения и тока в сети. Поэтому эта катушка наводит в диске ток ФУКО, находящийся в одной фазе с током в сети. Индукционные токи в диске притягиваются к одноименным полюсам катушек и отталкиваются от противоположных полюсов. В результате диск приходит во вращение. Поскольку взаимодействие токов и полюсов происходит крест-накрест, вращающий момент пропорционален произведению тока и напряжения в цепи, то есть мощности, потребляемой в нагрузке. Кстати сказать, это устройство работает как обычный индукционный асинхронный электродвигатель, про который мы сняли отдельный фильм и рекомендуем вам его посмотреть. Но вот что еще важно. Постоянный вращающий момент будет раскручивать диск все быстрее и быстрее. А для электросчетчика нужно, чтобы диск вращался с постоянной скоростью пропорциональной потребляемой мощности. С этой целью в конструкцию счетчика вводится еще один элемент. Магнитный тормоз, о котором у нас тоже есть фильм. Это постоянный магнит, который при вращении диска наводит в нем свои токи ФУКО. При взаимодействии с полем магнита эти токи создают тормозящий момент пропорциональной скорости вращения диска. Когда разгоняющий момент пропорциональной потребляемой мощности сравнивается с тормозящим, диск вращается с постоянной скоростью. В результате скорость вращения диска оказывается пропорционально потребляемой мощности. А именно это нам и нужно. Но платим мы не за мощность, а за потребленную электроэнергию. Эта плитка потребляет за каждую секунду 1 килоджоуль электроэнергии. Но понятно, что в практическом отношении такие единицы не очень удобны. И поэтому вводится практическая единица – киловатт-час. И эта плитка за час работы потребит 1 килоджо электроэнергии. В нашем счетчике потребленная энергия 1 килоджо соответствует 600 оборотов диска. Эти обороты считаются специальным механизмом. И когда диск сделает 600 оборотов, цифра в первом окошечке перед запятой увеличится на единицу. А теперь наш заключительный вопрос, который адресован сегодня знатокам электротехники. Как работает счетчик электроэнергии, когда в сеть включены чайник или плитка, мы сегодня уже разобрались. Но допустим, что мы включили в сеть переменного тока такую нагрузку, которая имеет как активную, так и реактивную составляющие, например, электромотор. Тогда для расчета потребляемой мощности к произведению тока и напряжения надо добавить коэффициент мощности косинус φ, о котором у нас есть тоже отдельный фильм. Но тогда спрашивается, каким образом наличие этого косинуса φ учитывает счетчик электроэнергии. Ваши соображения на этот счет пишите в комментариях к нашему ролику на ютубе.